это мой друг алишер отличный мясник и только у него как правило я беру мясо но я про баранину сейчас потому что мы находимся на драгомиловском рынке цена на баранину драгомиловском дешевле чем на всех остальных рынках и даже магазинах перед тем как разделать барана нужно иметь три вещи это вот как раз нож обвалочный нож который как правило часто мясники делают сами нож должен быть из мягкой стали для того чтобы его удобно было всегда подтягивать подводить мусатом вот этим самым мусатом это профессиональный мусат даже можно увидеть что он кривой то есть не не ровно по центру да а немножко смещен с точки зрения оси топор топор должен быть очень острый если топор тупой это означает что топор дробит кость много костяной крошки которая потом может попасть воткнуться в десну не дай бог но за этим важно всегда следить вы придя на рынок и видя как мясник работает топором должны видеть много крошки дробит кость он или он ее режет как масло и вот такой вот гаджет вы сейчас увидите его в действии это штырь металлический штырь такой с ручкой который позволяет эффективнее разделать барана алишер ты начинай а я буду параллельно еще и комментировать на драгоменском рынке очень ценится курдючная баранина и люди кто разбираются в баранине они приезжают сюда именно за курдючный баранин дагестанская порода очень мягкое нежное мясо задок первое разрубается причем он еще и по суставу его разрубил рукой чувствуешь что здесь косточка один сантиметр и сустав получается у барана нету суставной сумки как у нас у него нет сустава лопатка держится на мясе шейка срубается так чтобы не тронуть первое ребрышко и не тронуть грудную кость железяка выталкивает спинной мозг мы видим что да она прошла полностью она находится в нужном месте и это железяка этот штырь и как раз и является направляющей получается крошка все равно есть но зато ровно 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 так теперь это у нас тоже лимфоузел да седло мы можем отделять полностью не разрубая а можем разрубать и отдавать его как часть корейки седло это поясничная часть здесь у нас вырезка маленькая-маленькая мягчайшая нежная вырезка ну и соответственно спина и вот здесь когда мы рубим ребра нужен острый топор потому что иначе будет крошки много если ты не профессионал а у тебя здесь будет вот такая волнистая линия а у профессионала она идеально ровная красивая и никакой крошки на семечки мы режем на вот на один палец примерно можно с грудинкой можно без грудинки как вы захотите всегда должны находить диалог с мясником дальше щетку срубай вот это грудинка и брюшинка вот смотрите здесь тоже есть лимфоузел маленький всегда всегда поглядывайте всегда тщательно убирайте все лимфоузлы они как правило скапливаются там где жир сейчас самая важная часть вырубить щетку подрезаем вырезку чтобы она нам не мешала здесь уже нужна техника ну то есть опыт вот получается настоящая корейка ну то есть здесь нет мяса никакого здесь только часть позвоночника иногда если вы хорошо знаете мясника если он ваш друг как у меня алишер я всегда говорю на бульон дальние они они бесплатно их отдают и несмотря на то что здесь много костяной крошки из этого получается шикарный бульон потому что позвоночник это губчатая кость в губке много кровяных телец белка и и и и мозга вот здесь вот костного он дает очень классный аромат очень классный вкус очень важный элемент который нужно для тех кто выбирать мясо смотрите у молодого барана узкое ребро баран в рост не растет но у старого барана вот этого промежутка бывает нету ребра срастаются так что как говорится нож не пройдет внутрь но премиальной частью самой дорогой считается 6 ребер от хвоста да пока с этой все с этой штукой вы можете резать можете не резать можете целиком запекать духовке можете рулет из этого скрутить простите всегда чтобы лопатку сняли из костей не надо рубить гость вместе с лопаткой сейчас убираем тоненькую пленку только чтобы оставить жир говорят это косточка имеет сакральный смысл и поэтому ее нужно нарушить для того чтобы никакие колдуны и волшебники не воспользовались этой штукой и не навели какой-то порчу здесь все довольно просто если вы не профессионал не запариваетесь просто снимите мясо с кости аккуратно чтобы у вас остался кусок целостным а кость была чистой да если кастрюлька маленькая тыльной стороной ножа несколько раз ударить и она ломается ну вот ноги с курдюком понятно разрубил снял ничего сверх естественного это мужской вариант задних ног да вы знаете что такое лампочки и вы знаете если не знаете хвост это меринос другая порода ее называют еще калмыцкой бараниной не менее вкусная но из-за того что растет других условиях и другая порода и другая шерстистость так сказать у него немножко отличается вкус но это уже для тонких ценителей так сказать баранина теперь у вас есть общее представление о том как нужно правильно разделывать баранину требуйте от своих мясников чтобы разделывали вот так чтобы не было лишней костяной крошки не надо это все рубить как колбасу ругаетесь и старайтесь чтобы в вашем регионе мясники делали это намного лучше можете даже показать мой ролик пусть заодно и подучатся спасибо лишь р вот будьте здравы бояре и ешьте только правильное мясо